Станислав Сафин в прошлом долго и результативно занимался легкой атлетикой. Были разряды и спортивные достижения, но как это обычно бывает, семья, быт, работа и различные дела 20 лет вставали препятствием между молодым человеком и любимым спортом. О своем прошлом спортивном опыте Станислав вспоминает достаточно часто. Началось все с результатов высоких на физкультуре, и после этого пошел дюс заниматься. И со школы еще ездили на соревнования. На традиционном чемпионате города по легкой атлетике Станислав не ставит для себя недосягаемых целей. Главное для мужчины – добраться до финиша без травм. Об участии в подобных соревнованиях мечтал очень давно, и в этом году все совпало как надо. Я хотел давно поучаствовать, потому что под окном стадион, и как бы всегда пропускал этот момент. В этот раз вчера увидел случайно на работе объявление и решил прийти. Бег на различные дистанции, прыжки с места – таков набор состязаний для более чем 30 участников. Состав спортсменов, по словам организаторов, разный. Процентов на 80 – это постоянные члены Федерации легкой атлетики города. Но много и новых лиц. И хотя это темные лошадки соревнований, от них все же не ждут сверхрезультатов. Интригу на соревнованиях добавили спортсмены, недавно вернувшиеся с чемпионата России. У нас сильнейшие спортсмены выступали три недели тому назад на чемпионате России в Москве. Там показывали хорошие результаты. Но я думаю, они должны улучшить свои результаты. Кто тренируется, готовится, то, конечно, всегда стимул есть к чему стремиться. Для участия в соревнованиях не нужно было заранее подавать заявку. Главное – это желание бегать и прыгать и совершенствоваться в таком виде спорта, как легкая атлетика. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.